вот они люди бегущие в мир другого языка народности хотят в основном рейсы в макао гонконг он сан-франциско есть один рейсов прикольный сад красиво кстати очень важный момент буквально недавно знал видите вот этот маг лифтики центр это на самом деле дополнительная линия в метро которая стоит 50 vip 100 на один день в общем вы можете не ехать все станции как я ехал это обычное метро для городских жителей есть вот это быстро и метро которая вас сразу привезет почти в центр через свою отдельную линию какая экспресс как вот москве аэроэкспресс вот точно такая же система вот я не воспользовался потому что я хотел поснимать из окна все виды вообще как шанхай выглядит вне зоны делового центра но поскольку стекла были грязные особо ничего там не получилось снять вот поэтому был мой прокол но ничего страшного вот поэтому вам на заметку есть вот такая вот штука которая вас очень быстро отвезет центр города и итак друзья все последние минуты в шанхае все что я понял про шанхай все что я понял про посещение аэропорта границы и так далее что на самом деле произошло после к вида у границы открыли сейчас уже можно как турист лететь внутри став максимально мало то есть вот за все время там встретил буквально несколько человек то есть люди видать еще не получают визу либо это сложно получить либо должна быть какая-то реальная причина у меня была просто транзитная виза которую мне дали с горем пополам на 144 часа то есть я мог бы здесь еще находиться четыре дня но мне было достаточно просто понять про что шанхай посмотреть наунтаун да и в принципе все очень важные моменты которые бы я хотел для вас отметить перед тем как вы будете лететь помните что китай особенно шанхай это не такой уж открытый для обычного туриста город то есть вам нужно понимать что здесь не принимаются карты я не знаю почему но здесь все люди платят какими-то qr-кодами вич от кодами там и так далее то есть здесь заточена своя система обслуживания оплаты сервисов вот поэтому если вы в аэропорту не поменяете себе наличку то все то есть вы можете реально получить очень много проблем по вопросу оплаты каких-либо сервисов еще один очень важный момент когда вы будете обратно ехать в аэропорт запаситесь времени потому что вам придется здесь долго и нудно проходить здесь security потом иммиграцию к вам будет много вопросов откуда вы летите зачем вопросы по визе там и так далее в общем китайцы очень такие дотошные ребята но очень прикольно как бы наблюдать вот как люди реально работают под просто в какую-то брошюрку то есть они настолько любят вообще входить в роли то есть я это понял что для них работа это как самое крутое увлечение в жизни то есть они не так как сказать приветливы вообще к туристам то есть они в принципе не обращают на них внимание вот единственный случай был вчера когда возвращался уже такой загоревшийся вообще вечерним шанхаем и один из китайцев просто начал со мной в метро фоткаться потому что я был единственный какой-то европеец который немножко до которого он видел или ему вообще очень нравится люди которые придают других стран и едут с ними в метро очень был прикольный момент и такое на позитиве чувак был наверно там в строительной какой-то сфере работает вот то есть такой момент я тоже заметил дальше то есть находясь шанхае вы де реально можете увидеть китайцев которые не выездные чаще всего вы вы видите чаще всего вы видите в своей стране или там за границей тех китайцев которые выезжают которые путешествуют они говорят по-английски многие из них говорят по-английски потому что это обязательная штука чтобы свободно и без проблем перемещаться здесь практически никто не говорит по-английски то есть если вы хотите с кем-то пообщаться но единицы единицы люди которые вообще что-то либо понимают то есть шанхай живут именно китайцы которые не выезжают большинство из них вот и было очень прикольно посмотреть как они в метро или там не знаю там на улице очень много втыкает в телефон они живут этим общением то есть мне кажется им не хватает каких-то эмоций может быть в жизни не знаю но то есть вот это замкнутость какая-то абстрактность видно проявляется она очень ярко такой же замечал у японцев но это как бы сложно сравнить японцев китайцев что мне кажется японцы особенно в токио они более такие наверное может быть приветливые бывает что люди знают английский они но поскольку токио это большой туристический город поэтому у них очень много развлечений они вообще такие развлекательного плана и у них более такие формальные законы по вопросу туризма вот китай очень заточен такой консервативный коммунистический это все сразу понятно как бы с первых с первых секунд вот но красота которая владеет шанхаем она безумно то есть я бы не сказал что я бы мог сравнить шанхай с тем же гонконгом или стокио шанхай ты индивидуальная просто какая-то сказка один раз хотя бы попробуйте посетить это место чтобы понять что такое шанха я знаю даже русских которые работают в шанхае моделями и так далее они себя очень комфортно чувствует и любит этот город но к нему надо привыкать еще очень важный момент который заметил что метро очень много военной агитации то есть не знаю связано ли это сейчас обострением отношений тайваня вот то есть очень много рекламы идет вербовки то есть людей приглашают служить и тогда я не знаю какая тут срочно не срочно армия но сейчас много рекламы я вот заметил в общественном транспорте есть к чему это ведет тоже не знаю вот посмотрим но мне кажется что если китайцы если руководство китая достаточно решительно обозначает свои цели по поводу даже того же тайваня то поверьте я думаю не дойдут до этой цели обязательно сделать потому что здесь народ он что руководство скажет они все это будут делать это чисто такой народ не скажу что россияне такие живут но то есть закон или слова лидера главного человека страны для них это приказ и они его будут выполнять поэтому будем следить за новостями меня тоже вот действительно удивило что даже в отеле моем может быть он не такой как бы крутой но все равно он был достаточно прикольный вот никто не говорит по-английски то есть не приходилось обязательно запаситесь переводчиком оффлайн переводчиком если вы там не хотите пользоваться симкой чтобы вас была возможность просто общаться с китайцами потому что никак вы с ними не по не пообщаетесь и переводчик обязательно должен быть оффлайн обязательно заведитесь картами я не знаю я в аэропорту когда прибыл я не увидел даже где купить симку может быть я просто пропустил либо я влетел может быть поздно не знаю по какой причине не смог найти симку на я бы конечно я купил но не было возможности еще очень прикольно не знаю может быть китай запрещено продавать электронные сигареты но основные сигареты у них здесь продаются и я видел буквально несколько человек которые вообще курили то есть может быть это не так распространено либо у них отдельные места где можно курить особенно того спортсмена если вспомнить а вот то есть обычное курение здесь распространено но в публичных местах здесь нужно искать именно с надписью место где можно курить поэтому с электронками здесь вообще непонятная тишина скажем так еще один момент даже вот в центре города можно заметить что очень много общепита то есть видно что китай это такая гурманистическая наверное страна которая любит поесть любит разнообразно поесть сколько мы видели предложений там черепашки там и так далее это если мы не углублялись там другие какие-то кухни которые у них здесь есть но даже вот небольших районах то есть все время ты видишь что идет еда 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 магазин еда 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 мало сервисов таких вот как ну не знаю как в таиланде допустим есть обменников я вообще сколько я не гулял не видел ни одного обменника то есть сразу меняйте деньги на в аэропорту чтобы хотя бы у вас были какие-то карманные деньги но наверное надо просто потом уже в самом городе гуглить и искать определенные места то есть очень все такое вот заточено на еду да мне показалось что в определенном смысле китайцы немножко замкнутые одинокие поэтому у них очень много такого интертеймента различного не живут на широкую ногу на как говорится вот такие уж прям душевные люди вот может быть это опять же просто как бы это видно просто в общественных местах в метро там на улицах где публично много людей гуляет вот хотя очень много артистов китая здесь интертеймент проводится но нет такой душевного порыва как в россии допустим то есть я не знаю будут люди которые хотят даже эмигрировать или пожить в китае будет ли мы счастливы эта идея то есть это такой большой вопрос еще вот еще раз подмечу что то как работают китайцы в различных своих ролях скажем так то есть если они там security они такие прям по стойке смирно там все это не очень увлечены той работой на которой находятся то есть они стараются быть очень исполнительными вот и относятся с уважением в принципе каким-то моментом то есть если вы сколько раз я обозначил да какую-то неловкую ситуацию то есть допустим когда я входил в эту башню да когда создал неловкую ситуацию для парня то есть он просто из-за того что понимал мне не отвечать это да чтоб я даже просто купил билет что меня нет возможности купить билет у меня просто пропустил короче ребят опять работала сработала русская удача возникалка в общем просто прошел через охрану вот меня впустили хотя там нужно было воинный билет я написал что друзья на это написано также 2 в принципе вот то есть они достаточно быстро понимают ситуацию и постараются как бы быть очень приветливыми понимать что я турист что у меня там допустим какая-то сложность возникла они везде пропускают короче ребята google translate оффлайн google translate просто сделать за вас самую крутую работу я просто написал в нем на английском что друзья гости отеля и они меня ждут внутри вот этого помещения куда нужно поином делать и меня чувак просто пропустил и все красавцы китайцы молодцы делайте все просто спокойно чувствуете нашу русскую душу которая всегда с вами остается друзьями а теперь наслаждаемся видом то есть меня так и в метро пропускали когда у меня такая ситуация была что я менял линию и чтобы попасть с одной линии на другую метро нужно было выйти в город а я купил карточку и эта карточка она была рассчитана то чтобы я хоть доехал до конечной станции вот и когда я выходил с первой с первой линии то есть мне нужно было избавиться от карточки а там были заряжены деньги вот я подошел к инспектору она сказала что давайте так просто пропущена поняла историю то есть я через переводчик объяснил и также во второй раз когда зашел на линию то есть меня также впустили метро я объяснил просто что я уже купил карточку доехать до финальной своей грубо говоря до аэропорта на вот и меня пустили в обоих случаях просто при я показал им написал на переводчике они меня пустили никаких проблем то есть они понимающие относятся ко всему что вы спрашиваете особенно если вы турист вот но и в принципе я думаю все то есть будьте всегда начеку внимательные в какие города вы едете я бы не советовал в шанхай ехать таким первооткрывателем до людей которые начали туризм которые не были в каких-то сложных странах и не попадали в сложные ситуации то есть здесь вы должны быть готовым как минимум обязательно в аэропорту найти любым способом купить симку обменять валюту потому что непонятно как у них тут принимаются карточки у них здесь юнион пэй везде написано нету ни одной виза mastercard не знаю насколько абстрагирована вообще китайская страна к мировому господству mastercard и виза но не забудьте что здесь не фейсбук не работает не google то есть email и не проверить вот сапку периодически со сбоями работать telegram не работает instagram не работает пользоваться в пен тоже пишут что нелегально поэтому если вы будете пользоваться и пеном на свой страх и риск вот не забывайте эти вещи это китай но не забывайте что если вы хотите в гонконг поехать или в макао это уже не китай у них свои законы поэтому там более проще перемещаться по стране а